все здравствуйте с вами на связи елена манатьяду я приветствую вас на своем канале сегодня мы с вами будем делать расклад который называется почему я обижаюсь вначале я хочу сказать о том что я теперь решила мы и раньше говорили о том чтобы я записывала отдельные ролики как вступление чтобы не мешать тем кто хочет посмотреть расклад до своими вступлениями поэтому теперь в плейлисте размышления либо что такое я уже не помню вы уж сами гляньте на моем канале я записала достаточно большой такой емкий ролик где-то на 50 минут где ответила на два вопроса один из вопросов был о том как найти баланс между духовным и материальным что я под этим подразумеваю это будет очень важно мне кажется чтобы вы в следующий раз когда будете смотреть мой расклад и вам будет понятно какой смысл какой смысловой нагрузку вкладываю я в ту или иную интерпретацию когда говорю засемлите информацию либо что такое духовность что такое материальное что ну мы просто у вас мы разговариваем с вами на одном языке у вас было понимание такое же как и у меня касательно расклада не то чтобы вы переняли мою точку зрения я ни в коем случае что вы просто меня понимали мы разговаривать свое на одном языке поэтому вы можете посмотреть этот ролик если еще не смотрели и я в дальнейшие планирую записывать отдельные ролики и выкладывать их отдельно от раскладов, чтобы они вас не отвлекали. Так, сегодня мы посмотрим, почему я обижаюсь. У нас будет три позиции. Итак, позиция номер один, позиция номер два и позиция номер три. Выбирайте, и мы с вами постараемся углубиться и понять, почему мы обижаемся, либо почему мы держим обиды, особенно когда человек уже не в этом мире, ну, как правило, это наши родители, либо наши обидчики, которые, как нам кажется, обидели нас и ушли не наказанные в другой мир. Так, готовы? Итак, сначала я хочу посмотреть, что вы за человек, да, ну, так, общая характеристика, чтобы вы себя узнали и чтобы было мне понятно, что вы в пропыловках, что вы за человек. Так, и дальше посмотрим, почему вы обижаете. Позиция номер один. Что вы за человек? Ну, во-первых, вы человек с достаточным багажом в своей жизни. Я не могу сказать, ваш опыт огромен или нет, но то, что он у вас есть, однозначно есть. В вашей жизни были периоды, когда вы достигали каких-то высот, когда у вас, вероятнее всего, был достаток, финансовый достаток. И сейчас, возможно, такой период, когда, может быть, финансов и недостаточно, не столько, сколько бы вы хотели, либо сколько вы ощущаете внутри себя, что вы можете, ну, то есть вы достойны именно этой суммы. Сейчас я могу сказать, что присутствует некий такой недостаток именно в финансах, либо в каких-то ресурсах, да. Когда я говорю ресурсы, подразумеваю абсолютно все. Это может быть энергия, это может быть время, это могут быть какие-то контакты, связи, люди. Это может быть все, что угодно, не только финансы. То есть не привязываемся только к таким пониманиям. Что еще вы за человек? Ну, во-первых, по жизни вы победитель, вы достаточно любопытны, вам интересна жизнь, вам интересно ставить цели, вы получаете удовольствие. От того, что вы изучаете, от того, что вы понимаете, знаете, видите достаточно... Знаете, я бы не сказала, что вот вы прям слишком такой активный человек, да, который постоянно находится в движении, но я бы сказала, что вы достаточно структурный человек, который склонен больше к некому такому целеполаганию, к планированию, который ставит себе цель, и если она действительно важна, если она актуальна, вы прям, ну, прям загораетесь, да, и хотите вот получить то, что вы хотите. Но при этом вы, опять-таки, человек, повторюсь, с достаточно большим опытом, такой, знаете, теплый по своей натуре, некий такой добряк, иногда есть вот эта вот лень, поэтому я и сказала, что вы не стопроцентный человек, а прям огненный, а такой тогда, когда вам что-то нужно, да, когда, как говорится, в одном месте загорится и побежал, но ненадолго. Вы больше человек, который любит размеренную жизнь, изобильную, стабильную, понятную, ясную такую жизнь, в которой есть краски, в которой есть удовольствие, в которой есть наслаждение, однозначно человек, у которого есть свои ценности, которые ему важны, и он не готов с ними расставаться, человек, который любит комфорт, да, такой уют, которые, знаете, есть люди творческие, да, а есть люди больше, ну, с каким-то неким таким математическим складом ума. Здесь вопрос не про то, что ваше образование, да, насколько оно у вас выше или нет, но вы прекрасно считаете, да, с математикой дружите, ну, потому что для того, чтобы считать финансы, а вы их очень любите, и они любят вас, вам вот этот вот навык именно просчитывания, да, математические умения считать деньги, он вам нужен. Вы человек, который в нужный момент, если, как-то, знаете, вот у меня такое ощущение, что у вас идет энергосберегательный какой-то режим, не знаю, может быть, вы по натуре такой человек, а может быть, сейчас такой период, когда вы стараетесь лишний раз свои ресурсы не растрачивать, то есть я их потрачу тогда, когда нужно, а в общем зачем куда-то торопиться, да, зачем бежать впереди паровоза, когда всему свое место, главное вот сейчас немножко отдохнуть, да, главное сейчас получить удовольствие и кайф от жизни, главное, чтобы было стабильно, понимаете, главное, чтобы это было долгосрочно, чтобы была опора, чтобы была структура, система, чтобы все было организовано, и все будет супер. Вот такой вот вы человек у меня здесь идете, хорошо, и мне хочется, наверное, дополнительно карты, я не буду, так сказать, а вот еще вот просто одну, что вы еще за человек, что вы за личность. Я не могу сказать, что вы человек мечтательный, но вы человек, который любит подумать, не пофилософствовать, нет, вот эти вот все возвышенности, они вам не нужны, вы как-то знаете, здесь такое ощущение, как можно применить вот то, что я знаю, и получить от этого какую-то выгоду. Вот вы человек, который всегда смотрит свою выгоду, и это здорово на самом деле, да, то есть это неплохо, когда мы ищем свою выгоду. Второй вопрос, когда мы ищем свою выгоду за счет кого-то. Вот это вот возможно будет в каких-то моментах не совсем корректно. То, что мы во всем ищем свою выгоду, то есть, ну, пользу для себя. Знаете, такой некий крот, вот я сказала крот, у меня такое ощущение, что вот вы больше такой ночной тип, ну, не совсем сова, а больше так после сумерек, как начинает темнеть, вот это вот, мне кажется, ваше время, когда вы каким-то образом пробуждаетесь. Сейчас вы человек, не случайно сказала, что возможно это временно, потому что сейчас мне показывают, что вы такой некий человек, который претерпевает изменения внутри себя. Такое ощущение, что вот вы что-то вынашиваете, да, вот какой-то план, возможно, какую-то идею на данный момент. Что-то, к чему-то вы готовитесь, вот к каким-то переменам. Да. Вот вы как будто бы сейчас ищете не то, что баланс, а вы не тот человек, который будет вот как-то вот с гармонией, как-то это вот слишком возвышенно. Не то, что вы к этому не способны, вы просто это сейчас, на данный момент не нужно. А вот у вас сейчас просто такое достаточно земное восприятие мира, когда такое ощущение, что вот хочу все по полочкам разложить, чтобы это было все понятно, чтобы все лежало на своем месте, везде пыль протерли, вазы, хрусталь, как было раньше в союзное время, да, все держали хрусталь и намыли его, на честь все блестит, все прекрасно, все понятно, и как будто бы у вас в голове вся картинка прорисовывается и все становится ясно и понятно. Главное, чтобы голова была чистая. Вот на этом вы сейчас делаете акцент. Ну, периодически вы бываете достаточно тяжелыми, неподъемными, прям вот такими, ну, грузите себя, грузите людей вокруг. Что еще здесь идет? Тяжелые на подъем. Да, вас как-то тяжело в чем-то переубедить. Вот, знаете, вы тяжелые. Как-то вот такая, не то, что громоздкая энергия, а вот как-то такое еще ощущение, знаете, вот вы еще когда садитесь, если мужчины, да, меня здесь смотрят, вы занимаете много места в пространстве. Вот такое вот ощущение, знаете, как глыба какая-то, да, такая, да, такая глыба, которая вот прям не заметить нельзя. Хотя, вот если вы мужчина, прям, может быть, ноги расставляете, руки так как-то, ну, то есть я устроилась. Есть люди, которые, вот мне, например, свойственно, если я сижу на стуле, я стараюсь садиться как-то на краешек, только у меня такое ощущение, что я сейчас встану. А вот вы когда садитесь, прям так садитесь плотно, да, вот и мебель вы любите такую добротную достаточно. Дерево, да, может быть, дерево, может быть, кожу. Ну, вот такое вот, знаете, все, массивное. Да, и здесь такое. Может, кому-то из вас не всем нравится антиквариат, вот прям, знаете, какие-то вот такие вот волосы, красивые, рок-уков-стей, да, такой вот. Ну, в общем, и стыд такой достаточно, то есть человек, который любит красоту, красоту вокруг себя, но вам не нравится такой стиль минимализма и модернизма, а вот именно такое что-то, что такое хозяйственное, добротное. Вот вам, например, нравится в доме жить, квартира, это не совсем ваша, она не подходит вам. Вот вам хотелось бы жить в доме. Я не говорю о том, что это на природе, нет, а вот вам, знаете, вот это вот ощущение, да, что это мое, вот такое вот, знаете, собственническое что-то. И вечером, как я говорила, сумерки не ночью, а именно вечером вот так вот сесть, немножко расслабиться, да, может быть, если есть возможность камин включить, огонь, да, с вином, вот прям вот это вот наслаждение. Здесь не про расслабление, а это вот, знаете, как будто бы, знаете, вот как боярик, да, прошел свои земли, посмотрел все на месте, все хозяйство, да, и вот прям есть вот это вот у вас такое идет, да, классное. Ну, мне нравится, мне нравится ваша энергия. Классно. Хорошо, давайте теперь посмотрим, а почему же вы обижаетесь? Хотя предварительно я уже могу предположить, в чем, с чем это связано, потому что вот энергия ваша сама за себя говорит. Вот как ни крути, ни верти, сколько я беру колоду, вот этот человек специально сценарий, да, негативный. Вот всегда у меня по единичкам выпадает сценарий мести, вот, и, ну, сейчас выпала новая карта, сценарий неудачи. Вот здесь вот такое ощущение, что вам не нравится претерпевать какие-то неудачи, потому что вы по своей жизни, и по своей натуре достаточно уверенные в себе люди, статные, уверенные в себе люди, и вы преодолеваете трудности, сложности, какими бы они ни были, да, и вы вот в этом плане уверены. По крайней мере, это внешне так транслируете, внутри может быть и быть каких-то сомнений, но внешне вы это не покажете. И вот как раз таки обида ваша происходит тогда, когда вы воспринимаете какую-то ситуацию как некую неудачу, да, то есть когда вы поставили, возможно, какую-то цель себе и не смогли ее достичь, вот, и вы оценили эту ситуацию как неудачу. И вот тогда вы обижаетесь, то есть здесь не то, что вы на кого-то обижаетесь, вот по этому сценарию, а скорее всего, когда вы больше обижаетесь на себя. У вас очень высока планка и высокие требования к себе, потому что у вас есть способности на достижение, да, и здесь получается так, что когда вы, то есть нету понимания, как бы вам так сказать, в том, чтобы считывать знаки, да, и смотреть на ситуацию не на то, как получу я это желаемое, да, или нет, а смотреть с точки зрения как-то более масштабно. Вот иногда вы смотрите очень узко на вещи, а здесь как-то говорят о том, что надо смотреть масштабнее, что иногда, когда у вас что-то не получается в жизни, то, возможно, эту ситуацию, да, либо этого человека от вас отвели, потому что так должно было быть, ну, вот, ваше влага, а вы иногда, особенно если это отношение настолько собственническо относитесь к людям, что вот это мое, и никто его тронуть не должен. И когда вот это вот мое из вашей жизни убирают, да, вам кажется, что вы претерпели некую неудачу, принимаете ее как-то, вы знаете, как оскорбление. И вот тогда вы обижаетесь, потому что вас лишили чего-то, да, вот. Здесь ощущение, что вот иногда вам не хватает вот этого вот баланса, да, скорее всего, не хватает, потому что не всегда бывает понимание двойственности, да. Вот вы любознательны, вы открыты, вы хотите понимать вещи, но иногда не всегда вам ситуация понятна и известна. И вот эта вот проблема в том, что я претерпел какие-то неудачи, и вы начинаете играть в эту игру, да, и обижаетесь, ну, то есть крутяете эмоции, даете некую такую слабину. Знаете, здесь еще такое ощущение, потому что вы по своей натуре сильный человек, независимо от пола, такой силы воли. И здесь такое ощущение, что, возможно, вы с детства были таким человеком, что вы не позволяли себе давать какую-то слабину. И когда вы чего-то не достигаете, здесь получается так, что вы как будто бы даете слабину, и вы себя не уважаете. И здесь больше, опять-таки, я скажу, обида не на другого человека, а на себя. То есть как я позволила себе проявить вот эту вот слабость. А на самом деле вы, вот здесь вот кажется по ощущению, что вы внутри себя мягкий человек. И иногда вам хочется побыть слабым, иногда хочется побыть человеком, ну, как будто бы, знаете, немножко к маленьким ребенкам, чтобы вот вас как-то приголубили. Причем, обращаю ваше внимание, что если вы женщина, и у вас появляется такое ощущение, вы это никому не покажете, да? Очень редко даже мужчина. Но если вы мужчина, вы нуждаетесь, чтобы рядом с вами была женщина, иногда вам очень хочется поиграть в этого ребенка. Да, что вот я вот такой вот мальчик, ну, вот просто так, ну, я не знаю, обними меня, что ли. Вот как-то не то, что к женщине как к матери, а вот это вот нужно быть немножко слабым, да? Когда рядом с вами находится партнерша, которая вас понимает и говорит, что ну, окей, ну, бывает. И вот вам достаточно вот этих слов, чтобы пополниться, да, наполнить внутри себя вот этими ощущениями. И, ну, компенсировать вот эту вот вашу слабость. Вы слишком, слишком себя контролируете, слишком зажаты и не позволяете себе ошибок. Вы не даете себе право на ошибку. Это один сценарий, почему вы обижаетесь. Но есть еще один сценарий, вот он связан с местью, я его хочу немножко уточнить. Ну, вот, осуждение, да. Он перекликается с неудачей. Вот именно осуждение. Но здесь, опять-таки, вы сами себя осуждаете. Иногда вот это вот месть, она, знаете, как выходит, самобичевание, как некое такое самобичевание. Вот то, что я сказала, да, это один и тот же сценарий, просто он как будто бы многослойный. Ну, по-разному, многогранный, по-разному проявляется. И вот эта вот месть, да, она связана с агрессией. Когда вы сами себя осуждаете, опять-таки, за непринятием ошибок, ну, не позволения, вот опять-таки, потому что у вас вот в голове вы как-то себе выстроили какой-то такой некий идеал, которому вы хотите соответствовать. И когда вы, ну, не достигаете его сами, да, вы начинаете себя ругать. Начинаете себя ругать, у вас включается такая агрессия, ну, злость на себя, да, почему, почему. И вот вы не принимаете, здесь вот как раз-таки вот непринятие своей какой-то вот теневой стороны, какой именно. Да, здесь хитрость. Хитрость. Да, вот прям, знаете, вот то, что я сказала, да, вот этой слабости, мягкости. Вам хочется быть в каких-то моментах, но вы себя постоянно держите в каких-то тисках. И вот эта вот слабость, да, поэтому вы и опираетесь больше на свой ум, нежели на свою интуицию. И становитесь достаточно жесткими, достаточно агрессивными. Ну, это ваша защита, понимаете? Вот что я хочу сказать здесь. То есть вы себя как будто бы защищаете от некой такой боли, ну, чтобы вам не причинили боль, и становитесь агрессивными по отношению к миру, колкими какими-то такими. У меня такое ощущение, да, что я каждый раз одно и то же говорю. Не знаю, вот у меня сейчас такое вот ощущение пришло. Хорошо. Это почему вы обижаетесь, да, мы увидели. А для чего вы это делаете? Знаете, я возьму вот эту колоду. Оракульную посмотрю. Мы посмотрим с вами, для чего вы обижаетесь. Для чего вам нужны обиды? А здесь такое ощущение, что это вот ваш какой-то урок, да, что вы несете какой-то крест, ну, опять-таки, это программа ваша, что... Вот вам хотят показать иногда, насколько вы бываете упрямы, и вот как этот не трудоволик, а трудо... Короче, они не пробивные. Вот вы настолько упертые бываете, что не слышите никого. Вот как раз это и по колесничьему, и по рыцарю мечей. Это вот, то есть, вижу цель, не вижу препятствия. И иногда вас очень сложно остановить. И вот вам вот эти вот сценарии, отвечая на вопрос, для чего дают, они дают вам для того, чтобы вы немножко остановились и задумались, да, а туда ли вы вообще идете? То есть, вы ломитесь на пролом, а иногда вам это не нужно. И вот не зная, как вас остановить, и, возможно, вот эти вот эмоциональные, вот эти состояния, обиды вам дают, чтобы вы остановились как-то, оцепенились и немножко, ну, пришли в себя, чтобы поняли, вы не туда идете, вы ломитесь не за тем, может быть. Знаешь, если вы что-то теряете, за всем человеком, а вы его хотите вернуть, да, у вас есть способности, вы можете это сделать силой, но вы не будете радоваться тому результату. Вот иногда вот вы непробивные, вот вообще непробивные, вы знаете, вы упертые в своих каких-то осуждениях, вот именно в достижении этой цели. И вам говорят то, что вот именно, а нужно быть по справедливости, потому что, возможно, в каких-то моментах вы входите в какую-то иллюзию и не видите вещи, то, как они есть на самом деле. Помните, я вам сказала, вот мышление какое-то такое достаточно, не то, что зашоренное, узкое. А вам нужно научиться мыслить как-то глобально, масштабно смотреть на ситуацию со всех сторон. Тогда у вас не будет возникать желание идти туда, куда вы просто хотите, не понимая, вам даже иногда вы не понимаете, зачем вам это нужно, но вам тупо надо это. Конечно, потом вы разочаровываетесь, зачем я это получил, либо зачем я вложил столько ресурсов, столько сил, там, или еще что-то, ну, то есть по ютубу вы даже не радуетесь. Вот это вот ваше какое-то такое качество, да, почему здесь есть вот это вот качество, я хочу доказать, то есть вы это делаете, потому что есть вот этот снайпер, я хочу доказать кому себе, кому-то другому, что я способен, я могу, вот это вы знаете, выделиться, вот эта вот воинственность, да, признайте во мне, я докажу, и вот это вот признайте во мне, неважно что, оно вот так вот проигрывается, оно говорит, что вам нужно по справедливости, то есть умейте включать и свою, свою интуицию, но вы свое интуиции-то не включаете, потому что боитесь, боитесь сердцем слушать, опирайтесь на ум, потому что если я послушаю свою интуицию, а вдруг я ошибусь, да, это приведет меня к тому, чего я не хочу, ну вот к ошибкам, а я же не хочу ошибаться, я же хочу быть правым, не только для других, но и для самого себя, я хочу доказать самому себе что-то, возможно, свою состоятельность, возможно, свою успешность, неважно, а для того, чтобы быть по справедливости, справедливость, она предполагает умение соединять ум и сердце, интуицию, а с интуицией-то у нас проблема немножечко, сердце-то больное, мы его закрываем, мы не прислушиваемся к нему, мы опираемся на ум, а ум играет иногда с нами, ну, интересные такие игры, вы попадаете в свою собственную ловушку, да, да, здесь такая, вот у вас бывает некая игра, вот, вот прям карты говорят сами за себя, то есть для чего вы это делаете, вы играете, вам это нравится, да, опять, когда я говорю вам это нравится, вам это нравится неосознанно, то есть не то, что вы сидите и думаете себе, сейчас я это все напридумаю, нет, ни в коем случае, но это ваши сценарии, вот вам их нужно, вот, увидеть сейчас и осознать, и просмотреть, в каких ситуациях вы так поступаете, и сделать определенные выводы, и больше так не поступать, ну, то есть, я говорю, вот эта вот мягкость, которая есть, вы ей не даете ходу, да, ну, ну, прям, корабль, он говорит о путешествиях, путешествиях, знаете, как-то фантазиях, мечтах, а вы себе это не позволяете, то есть, хотя бы вот эту вот мягкость, вы позволяли бы себе, каких-то там мечтаниям, фантазиях, вот, как-то, чтобы она компенсировалась, а вы ее, она не входит из вас, вы не даете ей выхода, для того, чтобы сбалансировать себе, вот эти вот силы, вот такая вот была первая позиция, я не буду говорить, что вам нужно сделать, да, я вообще не любитель, как и что это сделать, то есть, если внимательно слушать расклад, то, в принципе, я в раскладе уже говорю, что нужно сделать, но, кто из вас не услышал, не буду говорить, почему, потому что в этом-то и заключается, на самом деле, урок нас, всех, чтобы найти самостоятельно, я ищу эту карту, чтобы найти самостоятельно ответ на вопрос, то есть, моя задача показать вам ваш сценарий, ваша задача найти ответ, если вы найдете ответ, как, да, как это сделать, то для вас это будет очень ценным, и вы получите очень важный опыт, поэтому не потому, что я вредничаю и говорю, что я не буду вам подсказывать, а просто, это и есть развитие, да, когда я нахожу ответ самостоятельно на какой-то вопрос, то есть, я получу какое-то направление, да, вектор, и я иду в этом направлении, и начинаю искать, и тогда у вас происходят инсайты, которые вы цените в себе, они помогают вам вырасти, а если вы получите готовый ответ, это не будет так ценно, это не будет так полезно, для вас, одно дело, когда вы, сами приготовили обед, а потом сели и покушали его, и насладились, и поняли, что, ага, здесь пересолил, здесь сердце, еще раз не буду делать, а другое дело, когда вы пошли куда-то там в ресторан, вам что-то дали, вы поели, ну, поели и поели, а вот если бы вы его ручьем приготовили, когда мы его больше ценили, это про это, и так, позиция номер два, что вы за человек, что вы за человек, мои двоечки, мои двоечки, мудрые двоечки, трусливые зачата, знаете, как может так сочетаться в одном человеке, с одной стороны, такое, знаете, умиротворение, спокойствие, с другой стороны, одновременно, вот эти вот эмоциональные качели, с одной стороны, терпеливый человек, с другой стороны, человек, который боится сделать шаг, у которого есть чувство вины, чувство стыда, с другой стороны, у вас есть понимание, и достаточно глубокие знания, вам нравится, копать глубоко, понимать, разбираться, вы, у вас есть, какие-то, знаете, моральные устой, какие-то свои правила, как нужно жить, и вы стараетесь им соответствовать, то есть, знаете, здесь такое ощущение, вот как раскулаченные аристократы, так хочется сказать, то есть, те, у которых забрали все, да, и они, как говорится, остались ни с чем, с пустыми карманами, но при этом, вот, стей буду держать, это, опять-таки, неплохо и нехорошо, никак не оцениваю, я просто стараюсь показать вам, насколько эта картинка, как-то, ну, она кажется неестественной, да, что уже можно было как-то вот адаптироваться, что ли, под ситуацию, но вот в вашем случае этого не происходит, вы достаточно мудрые, здесь проходят даже люди религиозные, которые свято верят в какие-то устои, в какие-то правила, и иногда вам это даже приносит некий дискомфорт, почему, потому что то, во что вы верите, то есть, вот люди, достаточно религиозные, им сложно иногда адаптироваться в обществе, почему, потому что очень много людей, которые верят в противоположные вещи, а вам хочется донести ценность того, о чем вы говорите, вам хочется донести важность, значимость, а люди вас не принимают, потому что им кажется, что это абсурдно, что за чушь вы несете, и вы себя раните, имейте в виду, что я еще дальше не разложила карты, но это уже показатель того, что вы можете обижаться, да, почему, потому что у вас есть правила, по которым вы живете, вам важно жить по этим правилам, и очень много людей, которые не хотят им соответствовать, и это вас обижает, то есть даже без того, что мы дальше посмотрели, это уже является вариантом, почему вы обижаетесь, еще что вы за человек, вы человек, знаете, вот иногда, как некий страус такой, да, который прячет голову в песок, да, то есть вы убегаете от решения каких-то ситуаций, когда вы начинаете копаться внутри себя, почему-то все, весь тот негатив, который казалось бы, вам вообще не нужно его копать, а посмотрите на позитив, ну, как-то вот однобоко себя анализируете, то есть вот это вот, вот это вот я буду принимать, да, почему, потому что это вот как-то вот негативно, что-то вспоминаете внутри себя, когда начинаете копаться, как-то что-то у вас много неудовлетворения появляется, и вы такой достаточно в мыслях человек, у которого есть вот эта вот сила, и именно сила веры, понимаете, говорится же, да, по вере ваше и воздастся, вот ваша сила, она как раз и непосредственно в вере, с верой связана, и это говорит о чем? О том, что вы настолько можете убеждать сами себя, не столько другие, сколько сами себя, в чем-то, причем негативном, позитивном, почему-то вы не убеждаете, а что вы начинаете верить, и у вас начинает срабатывать психосоматика, вы проецируете свое будущее самостоятельно, вы его сами создаете, не осознавая это, вы прям знаете, вот почему-то в вас в голове появляется, именно в голове появляется какая-то мысль, что так она и будет, вы начинаете в это верить, и это случается, вот вера у вас, она очень сильная, поэтому используйте ее в позитивном ключе, если хотите жить в достатке, именно счастливо, еще вы человек достаточно терпеливый, достаточно терпеливый человек, который умеет ждать, может ждать, иногда у вас бывают эмоциональные перепады, качели, то в одну сторону, то в другую сторону, бывают также ситуации, которые повторяются одно и то же, одно и то же, вот эта вот тягомотина, все очень долго, медленно развивается, какие-то ситуации в вашей жизни, но на самом деле они вам нужны для того, чтобы вот эта вот повторность, вы как будто бы шлифуете свой характер, да, вы берете каждую грань, и шлифуете, шлифуете, потом опять следующую, потом возвращаетесь к предыдущей, снова как-то вот копаетесь, копаетесь в себе вот в своем характере, что в каких-то своих качествах, что вам не нравится, такая, знаете, по натуре своей, такая вот размеренная личность, да, шаг вперед, два назад, но вы как-то вот раскачиваетесь, мне кажется, я уже говорила в каких-то других раскладах, да, что вы двойка, вот вы как-то, вот как-то вот меня сейчас качает, да, то в прошлый раз, я помню, когда вам что-то говорила, да, я говорила о том, что вы ногой трясете, да, и по-моему, так вот пальцами постукиваете, а вот сейчас у меня вот такое вот ощущение, что вот я раскачиваю вперед-назад, вперед-назад, либо вы очень долго раскачиваетесь на то, чтобы принять какое-то решение, да, вот здесь вот такое вот прям есть у вас. Что еще вы за человек? Вот вам почему-то страшно слушать свою интуицию, она у вас хорошо развита, но вам страшно, именно поэтому я и сказала, что вы как-то вот однобокий, когда ищете в себе что-то, вы ищете какой-то негатив, вы ищете как-то рационально, а вот какие-то свои плюсы, да, то есть умение, как-то вот что-то такое творческое, да, в себе какое-то начало эмоциональное, вы как-то его подавляете, почему я такой эмоциональный, да, почему я это чувствую, почему я ощущаю, вот вы вот это вот как-то вот не видите, какие-то вещи, вот как я сейчас, одним глазом, будто вы сейчас одним глазом как будто бы что-то видите, но при этом вы человек достаточно большим сердцем, вы умеете любить, как ни странно, да, интуицию своей не слушаете, а любить-то вы умеете, по-настоящему любить умеете, у вас достаточно большое такое сердце, всеобъемлемое, любящее, мечтательные такие, ранимые люди, мягкие по своей натуре, достаточно мягкие, я не могу сказать, что вы 100% светлые прям феи, но при этом, знаете, я бы так сказала, вот ваша проблема в том, что вы человек настроением, вот ваша эмоциональность, иногда вы просыпаетесь в хорошем настроении, позитивном, и тогда все светится, все хорошо, но иногда, когда вы только сталкиваетесь с сложностями, вам так не нравятся конфликты, вы так зли, вот это вот вас выводит из баланса, из какой-то дисгармонии, вот то, что я говорила про страуса, да, когда вы голову опускаете в землю, вот это вот как раз, когда вы сталкиваетесь с какими-то сложностями, сложностями, особенно эти сложности связаны как-то с социумом, пойти как-то решить какую-то задачу, что-то заплатить, кому-то доказать, что-то вернуть какие-то свои деньги, в общем, что такое, это вас так прям вот на душе, вам так тяжело, вам это так не нравится, вы себя уговариваете, ну давай, пойдем, вот для вас это прям очень-очень сложно сделать, не потому что вам лень, потому что вы не любите конфликты, вы не любите сложности, трудности, и как раз-таки поэтому, да, это еще одна из причин построения, почему вы обижаете, вы не умеете выстраивать границы, и вы, почему я говорю, что вы не умеете выстраивать границы, потому что вы не умеете отстаивать себя, вы не умеете отстаивать свою точку зрения, вообще вот эта вот конфронтация, она не для вас, поэтому люди пересекают ваши границы, а вы сами не можете выстроить правильно, вы сами не понимаете, где ваши границы, а где границы другого человека, и поэтому люди нарушают очень часто ваши границы, Давайте все-таки посмотрим два сценария, да, которые у вас здесь могут проигрываться, да. Посмотрим, почему я обижаюсь. Хотя я уже сказала две причины, почему вы можете обижаться, но давайте посмотрим еще две. Ну вот, ну вот, ну. Ну, либо карты со мной вынесут, либо я читаю без карты. Одна карта называется конкуренция, как раз то, что я ей сказала об конфронтации, да. То есть вы не хотите конкурировать, да. То есть вам легче держаться особняком, чтобы вот вас не трогали, но когда вам приходится это делать, да, вы начинаете обижаться. А почему вы обижаетесь? Почему? Потому что сразу второй сценарий, который говорит, я недостаточно хорош, вот с вашей самооценочкой хотелось бы немножечко поработать, да, чтобы вы как-то начали себя ценить и понимать, что вот вы очень сильно занижаете свою самооценку. И вы это транслируете другим людям. Люди это понимают и начинают вами пользоваться. Поскольку вы не можете дать отпор, да, по конкуренции, вы не можете дать отпоры, вам кажется, что опять-таки по верофанту, что это неправильно, да, что есть правило, матом не ругаемся, в лес не посылаем и так далее. Вот, люди пользуются этим, а вы обижаетесь, потому что, ну, не умеете выговорить нет, не умеете выстраивать границы, и вы начинаете себя винить в большей степени. И вот это вот чувство вины, вот это вот самокопание постоянное, периодическое, ну, приводит к тому, что вы обижаетесь на людей. Обижаетесь, я не могу сказать, что вы обижаетесь на себя, хотя очень малый процент людей из вас действительно может обижаться на себя, когда говорит о том, что вот какой я слабо характерно, вот мягко тело, вот ни рыба, ни мясо. Вот меня прямо это, знаете, вот прям даже не злит, а как-то вот огорчает, ну, почему я такой, вот что-то в таком роде. Вот прям, вот прям сами себя не любите в этот момент, да, вот за это. Но, знаете, вот такой интересный момент, что вот в этой конкуренции, да, что вы не можете себя отстаивать, но иногда вы как-то вот сами себе на уме. То есть иногда бывают такие ситуации, когда люди вообще от вас не ожидают чего-то, а вот как что-то выкинете, ни к селу, ни к городу, и такой человек в недоумении. То есть что это сейчас было? Ну, вот это вот как-то вот, знаете, вот у меня идет такое ощущение, что какой-то вот всплеск ваш, да, то есть копили, 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 потом вроде бы какая-то ситуация, да, всем хорошо, а вы гоп и ляпнули. И сидят люди и думают, вот это сейчас что было? А у вас это было то, что вот вы копили, 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 и сейчас вы были готовы это выплескнуть, и вы это сейчас выплескнули. Вот, но поезд уже ушел, надо было это делать ранее, и вот такая, знаете, у вас еще вот это вот есть вот эта черта какой-то неуместности, да, либо как-то со временем. Вот я же говорю, что вот эта вот умеренность, да, и терпение, вот вы как будто бы не в попа, да, иногда, ну, такое ощущение, что, знаете, вот вы спите, спите, потом гоп проснулись, а типа мы идем на обед, а на вас смотрят, так мы уже давно-давно пообедали, да, то есть вот почему-то... Я вижу как-то школу, да, столовую, союзные столовые в школах, да, и вот как-то на переменки все пошли, значит, есть, и вы идете, и вот как будто вы, знаете, едите и засыпаете, то ли это компот, то ли это кисель, что-то такое, и вот вы пьете, что такое красное, вот, и розовое. И как будто бы смотрите по сторонам, вроде бы, ну, друзья одноклассники сидели, смотрите, их нету, что-то как-то это, вот вы как будто бы выпадаете из времени, понимаете. Вот у вас бывают иногда такие моменты, интересные, смешные. Хорошо, а для чего вы обижаетесь? То есть почему вы обижаетесь, да, мы посмотрели, для чего вы это делаете? Я и в первой позиции скажу, что я не буду говорить решение, что же вам делать с этими обидами, для того, чтобы вы самостоятельно, да, поработали над этим. Я вам указываю вектор на то, что, на что нужно обратить внимание, да, почему вы обижаетесь, для чего вы это делаете, а вы уже там мыслите самостоятельно, как вам это исправить. Для чего вы обижаетесь? Для чего? Вы знаете, на самом деле, так интересно, у вас огроменный потенциал. Прям вот очень огроменный потенциал, и вам хочется быть лидером. Вам хочется, у вас есть, понимаете, вот по иерофанту, у вас есть знание, вам хочется быть лидером, вам хочется говорить людям что-то. Вам хочется быть в центре внимания, у вас есть сила, у вас есть способности, есть вот эти вот лидерские качества, организаторские, вот удача. Вы удачливый человек по своей натуре, но вы как будто бы вот это вот все не замечаете, как-то оно у вас где-то закопано в каких-то сундуках, и вы начинаете проявлять вот свой какой-то вот эгоизм. То есть вместо того, чтобы проявить вот эти вот качества, которые у вас есть, но вы о них либо не догадываетесь, либо не знаете, как их проявить, либо еще что-то такое, вот вы начинаете включать как-то свой эгоизм. Как-то вот для того, чтобы как-то самоутвердиться. Чтобы не показать еще вот это вот свое настоящее лицо. Это знаете, на что похоже очень? Я не знаю, если вас обидит мой пример, но все равно я вам скажу, а вы уж не обижайтесь. Я просто хочу показать картинку вам. Когда я была в Сирии еще до войны, которая там идет, меня поразил такой удивительный факт, что женщины, которые носят вот эту вот раджу, или как она называется, вот это вот черное одеяние, когда закрыто, прям знаете, перчатки на руках, очки, вот эта вот вся фигня, замуринованные. Ничего не видно, ничего не слышно. Меня это настолько поразило. Почему? Потому что мне казалось, что вот они настолько консервативны, что вот, блин, бедные, несчастные, вот эти вот, так хочется назвать их монашки, эти женщины. Но, поскольку женщины всегда сидели отдельно от мужчин, но, безусловно, женщина перед женщиной может показать себя вот в нормальной одежде, вот снимать вот очки, вот весь этот маскарад. Прошу обращения, без обиды. Ну, то есть маскарад это вот в контексте вот этого одеяния, я просто не помню, как она называется, бурка, что ли? В общем, не важно. Что меня удивило в том, что вот под этим одеянием, да, особенно, когда ты молодая девушка, я была всегда удивлена, они носят мини. Ну, то есть такие, знаете, вот достаточно с красивым декольте, с вырезами, либо на лямочках какие-то, сарафаны, прям короткие, с короткими юбками. Мне это удивляло, то есть мне казалось, что вот это вот скрытое одеяние снаружи, оно такое изнутри. Но, как оказалось, я в некоторых моментах была намного даже консервантивнее в своих взглядах и одеяниях, хотя я не считаю себя таким человеком, чем вот эти женщины. То есть, к чему я это все хочу сказать, что вот это вот то, что вы транслируете, вот это вот ваша какая-то ширма вот того, что я описала. Внутри-то вы другой человек, понимаете? И это вы прячете, и в какой-то момент оно хочет прорваться, да, в какой-то момент вот прям есть дикая такая нужда показать, что да, я хочу быть эгоистом, и что в этом плохого. Но вот эти вот правила ваши по аэропланту, она говорит, так нельзя делать, вот вы сами себя подавляете. Поэтому для чего вы обижаетесь? Для того, чтобы подавить свой характер, для того, чтобы подавить вот свою природу, то, каким вы являетесь на самом деле. Вот эти вот правила, возможно, в детстве вам говорили, не выпячивайся, да, то есть не бери на себя инициативу, от этого будешь страдать, сядь на место, да, то есть твоего мнения никто не спрашивал. Вот такое ощущение, что вот вас все время затыкали, 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 в конечном итоге это вас очень сильно ранило, и обижало, и вы поняли для себя, что есть у меня есть другая модель поведения, когда я вообще не выскочкаю, я вообще ничего не делаю, я сижу на своих фабуржах, как говорит один таролог, вот, и никому ничего не показываю. Вот здесь для чего вы это все делаете? Для того, чтобы скрыть, я бы сказала даже не столько еще и о других людей, что вы скрываете это от самого себя, от самой себя, кем вы являетесь на самом деле, насколько вы, знаете, вот у вас потенциал огроменный, как у солнца, вы можете светить, но вот ваше солнце, оно обжигающее, и вы обжигаете сами себя. Да, вы сами себе перекрываете удачу, вы очень удачный вы человек, и вы ее, к сожалению, перекрываете. Да, вы, вот вам кажется, да, что вы можете себя реализовывать именно в партнерстве с кем-то, а по своей натуре вы одиночка, вам не нужно никакое партнерство, вам нужно наоборот самому, самой вести людей за собой. А вы как-то не очень-то верите в это. Почему вы скрываете вот эти вот все свои качества, да? Вот здесь вот, в принципе, леса перевернутая, то есть хитрость, вы... Не то, что вы не умеете хитрить, а здесь как-то... Вот вы как-то все в себе это держите. Я не могу понять, то ли не умеете это показать, то ли не хотите. Вот здесь вот все переворачивается, все эти негативные карты, вот казалось бы, что... Понимаете, вот у меня идет такое ощущение, что вы как будто бы настолько чистые, настолько невинные, но вот в этом всем вот прослеживается какой-то вот подвох. И не могу ловить, с чем связан этот подвох. То есть вот и подкопаться вам-ка нечего до вас, да? Вот докопаться, вот казалось бы, вот белые, пушистые действительно на самом деле. Но есть вот в этом всем какой-то подвох, вот какая-то непроявленная негативная теневая часть. Карта безмятежности, вот какой-то вот знаете, что вот вы спокойные, что есть в этом? Здесь такое ощущение, что вот вам не хватает напора, не хватает движения. Знаете, вот как это вот капает, капает вода, как хочется открыть этот кранчик по полной. Вот это вот скорее всего и есть вот эта вот темная сторона, что вот, ну вот которая вот меня на данный момент, она не то, что она раздражает, а вот такое ощущение, что хочется как-то вот не то, что пендаль дать, вот какое-то движение, да, какой-то толчок, какую-то мощь. Вот, вот эта теневая сторона, что вот вас надо всё время подталкивать, что как будто бы вот такое ощущение, что вам это всё вообще не нужно. Такое ощущение, что вот, ну вы есть и ладно, а как будто бы вы живёте для другого, вот вы не живёте своей жизнью, понимаете? Ай, как бы это сказать, вот вы действительно не живёте своей жизнью, вы чужой жизнью живёте. Вот здесь по этой позиции я могу сказать, что вы очень многое себе запрещаете. Разрешайте, пожалуйста, себе побольше. Разрешайте себе побольше, не знаю, вам движения не хватает, вам огня не хватает, импульса жизненного, у вас и умеренность вышла, первая карта такая. Спокойствие, всё такое. Вот вам не хватает жизни, вот вы в этом болотце, в своём, в котором сидите, выходите из него. Пришло время жить. Если вы ждали знак на движение, вот этот знак и есть, да, то есть выходите из этого, пожалуйста, не сидите больше. Вы упускаете, очень важно, я сказала здесь вопрос времени, помните о том, что шаг вперёд, два назад. Вы не живёте. И вот это вот меня очень-очень сейчас огорчает на самом деле. Кто-то из вас сейчас плачет. Я понимаю, что я говорю больные слова, но цель только одна, чтобы вы начали просто, пожалуйста, двигаться. Жить своей жизнью так, как вы хотите. То есть те люди, которые вас, возможно, раньше ограничивали, они вам больше не указ. Вам это нужно понять и перестать быть ведомой, а начать жить. Аж голова заболела. У кого-то такое сопротивление сейчас сильное из вас пошло. Вот это так сильно засопротивлялся именно вот этим переменам будущего, что я не хочу. Ну, вы можете этого не делать. То есть если вас уже всё устраивает, то есть вы уже привыкли, ну, уже не менять, уже не надо. Главное, что вы это захотели. Хорошо, позиция номер три. Что вы за человек? Человек-переросток. Почему-то у меня так пошло, я не знаю, что это значит. Но у меня пошла такая информация по семёрке шезлов, да, человек, который обороняется. Но здесь человек-переросток. То есть вы победитель в своей жизни, человек с огроменным потенциалом, сильный, мужественный, изобильный, харизматичный, человек справедливый, человек, который живёт по законам. Прям вот все буквы закона соблюдает абсолютно. Но здесь такое ощущение, что человек, который уже созрел до того, чтобы создать свою империю. Но вместо этого вы сидите и отгоняете от себя тех врагов, мнимых, которых на самом деле-то нет. Здесь, знаете, такая картинка идёт очень интересная. Вот как этот Санчо Панчо, который дрался с ветряными мельницами, да. А вот в вашем случае здесь такая картинка. Есть какая-то машина, которая держит эти посохи. Ну, это, знаете, вот как тренажёрный зал. И вот ваша задача отбиваться. И вот вы отбиваетесь, отбиваете. Знаете, машина вам какие-то эти палки сует. И вот ваша задача отбиваться, да, вот как фехтование. Только если в фехтовании есть противник, в вашем случае противник – это вот ваша машина. И здесь такое, а вы настолько отточили вот эти вот навыки защищаться, что пора уже займяться чем-то другим. А вы настолько заигрались с тем, что вы вот эту машину всерьёз принимаете. Понимаете, что вот нет. От того, как я вот это делать сейчас составлю, да, от этого будет зависеть моя безопасность. И такое ощущение, что хочется сказать, да ты посмотри, эта машина, то есть нажми кнопочку, отключи, и всё. То есть, ну ладно, она не будет работать. Вы нет. Вы настолько верите ярко, что вам надо от кого-то обороняться. Понимаете, здесь даже вопрос не в том, что люди идут к вам с какими-то мечами, чтобы вас ранить. А это у вас какая-то такая привычка, что ли, выработалась. Какой-то вот такой мнимый навык, да, что надо защищаться. Причём вы даже сами не понимаете, для чего и зачем. Ну вот, почему я сказала, мальчик переросток, потому что вы уже выросли, вы уже победитель, вы уже давно победитель. Да, но вот почему-то вы ещё играете вот в эти какие-то игры, что надо вот ещё вот этого победить, ещё вот этому доказать, ещё вот это. Вот, а такое ощущение, что вот я сижу сверху и смотрю, думаю, вот это интересный какой персонаж. Долго он будет это, ну, типа с этой машиной-то бороться. И мух этих отгонять от себя. Не легче же бросить это и пойти другим делом заняться. Вот, а на самом деле вы созрели для серьёзных дел, потому что аркан силы и аркан справедливости, серьёзные арканы, говорящие о том, что у вас уже достаточно силы для того, чтобы вы пошли и совершали уже какие-то подвиги, да, причём глобальные, такие масштабные, достаточно большие. Вот, а вы как-то, ну, занимаетесь не тем делом. Ну, дурью маетесь, да, только дурью маетесь как-то вот, прям, знаете, так правдоподобно, досконально. Что вы ещё за человек? Человек громоголосый. Такое ощущение, что вот вам хочется кричать не от боли, не от чего-то, а просто взять и прокричаться. Вот что-то вы хотите, как будто бы крикнуть, да, это вот звук какой-то вот очень такой интересный внутри вас, да. И вот такое ощущение, что у вас долгое время, что вы как будто хотите просто проораться, взять и проораться. Я не знаю, зачем вам это нужно, но вот здесь вот такое вот ощущение, что вот вам хочется просто проораться. Как будто бы, знаете, вот вместе с этим звуком вы как будто бы... Ой, боже, сколько энергии пошло, не информации. Сейчас. Я просто не успеваю это обрабатывать и улавливать. Здесь идет такая информация о том, что вот вам... Вот если вы вот этот звук какой-то вот прокричите, ну что-то у вас есть, да, как будто бы вы... это какой-то ритуал, да, и вы его... ритуал какого-то высвобождения. То есть вам хочется уже вот что-то высвободить. Скорее всего, то, что я говорила, этот мальчик переросток, да, вот как будто бы... вот если бы вы проорались, и вот вы бы как-то высвободили что-то, да, и вам бы так вот полегчало, полегчало, и тогда бы вы смогли бы сделать что-то. Ну, то есть уйти от вот этого постоянного оборонительного момента, который у вас присутствует в вашей жизни. Здесь вот какое-то вот высвобождение чего-то вы хотите. Я не говорю, что это груз какой-то физический, а это даже не эмоция подавленная, а это что-то... Сейчас. Я даже не знаю, как это описать, то, что я чувствую. Это, знаете, такое ощущение, что вот какая-то энергия, и она должна прорваться. И вот, а, всё, увидела пример, и губы размазала у себя. Прикольно. Это как будто бы, знаете, вот открываете кран с водой, который долгое время был закрытый, и трубы зажавели. И вот вы открываете, да, и вот эта вот первая вода, она идёт такая грязная, чёрная, да, потом вам надо больше напор сделать, чтобы она вот так вот прочистилась. Вот в вашем случае что-то такое. То есть вот эта вот десса, она должна уйти. Она давно уже должна была уйти, вот эта вот ржавчина. И вам не хватает вот этого вот напора. Поэтому я говорю, такое ощущение, что вот вы хотите проораться, выпустить это всё, и дальше всё. Дальше упадёт в освобождение, и вы... Ну, вам станет легче, вы поймёте, куда вам нужно двигаться. Здесь вы чем-то так увлекаетесь сейчас, на данный момент, как-то вы чем-то увлечены. Как-то знаете, вы либо в себя смотрите, либо что-то изучаете сейчас такое, ну, достаточно интересное, может быть, книгу, да, какую-то читаете. Это не знание, нет. Это вот вы чем-то сейчас, на данный момент увлечены. Это то, что вот вам приносит, наполняет как-то вот ваше сердце. Вот. Вот, точно. Но смотрите, как только вы вот это вот выпустите из вас, то, что должно выйти, у вас появится некая такая пустота в освобождении, и тогда вы сможете заполнить эту пустоту каким-то своим любимым делом. То, что вам будет интересно. А сейчас такое ощущение, что вот вам в голову ничего не лезет. Почему? Потому что она забита. А чем забита вот такое ощущение, что вот хочется какой-то вот этот вот кляп, или как он там называется. Вот как у лодки надувной, да, вот есть вот это вот, ну, боже, как она по-русски-то называется. Короче, такая пластмассовая фигня, которая закрывает, да, чтобы воздух не выходил. Я не знаю, как это по-русски называется. И вот здесь вот у вас такое происходит. Как только вы это выпустите, да, потом вы это простое место сможете заполнить любимым делом, и дальше пойдут дела так, как вы хотите. То есть это вот сейчас почему-то мне показали та причина, то есть не вас, скорее всего, как характер, а то, что вы сейчас делаете на данный момент. Вообще у меня по тройкам всегда такое бывает, что здесь вот как обычно, ну, не как обычно, а в контексте расклада, а вот здесь как-то все по-своему. То есть все как люди, да, как получается, а мы как мы, да, как вот так. Вот. И, то есть, скорее всего, вам нужен был ответ, получить ответ на ваш вопрос, почему у вас что-то давно не получается. Я не знаю, что это связано, вот это вот высвободить вот это то, что вы хотите. Хорошо, почему я обижаюсь? У нас такой вопрос был. Ну, Ну, во-первых, потому что вы себя накручиваете и придумаете того, чего нету. А во-вторых, то есть чрезмерно ответственный человек и начинаете таскать на себе какие-то груз. Знаете, здесь такая интересная карта, карта самопожертвования. Вот если вы видите, да, человек тащит самого себя на себе уже долгое время. Вот здесь такое ощущение, что вот вы о себе напридумывали какие-то, какую-то ответственность, какие-то вещи, да, и взяли ответственность, которую вас вообще не просил никто. Вот. Вы ее сами на себя взяли и тащите, и сами себя мучаете. Да. То есть вас никто не просил о том, чтобы жертвовать, да. Здесь причем еще есть такое ощущение, что вот жизнь с вами несправедливо поступила, что вот вы как-то все во всех вкладываете. То есть это негативный сценарий. Вы как-то во всех вкладываетесь, да, а вас никак не могут оценить. И вот такое ощущение, что вот я жертва, всем все легко дается, а вот у меня почему-то все сложно должно быть по жизни. У меня не получается легко, я не смогу добиться того, чего я хочу легко и быстро. Вот мне надо какими трудностями. Вот что-то вы здесь себе понафантазировали. Фантазировали. Куча всего такого, что сейчас сами, сами мучитесь. А как это связано с обидой? Ну, вот эти вот ваши фантазии, да, вот это вот все, что вы напридумывали, потому что можете, да, потому что умеете хорошо фантазировать. Вот это вот чувство недооцененности, да, если я правильно говорю, вот, оно включает в вас вот эту вот обиду, да, меня недооценили. Либо вот я все на себе вот это вот тащу, и только мне это надо, и больше никому не надо в этой жизни, в этой семье, и почему только я... Ну, в общем, вот этот сценарий самопожертвования, он включает в вас обиды. А вам никто не говорил, у меня есть такое ощущение, что я кармически отрабатываю за грехи всего своего рода, да, вот здесь вот что-то вот такое, да, вам хочется сказать, а кто вас спросил, да не отрабатывайте, то есть вы это не обязаны. Как-то вот вы себе все это нам придумали, и это у вас... Поэтому потом и обижаетесь. То есть ваши обиды, они фантазийные. Ну что, для чего вы занимаетесь вот такой вот фантазией? Вот хочется спросить. Это что-то такое? Пылающее сердце. Смотрите, какая интересная вещь получается. Вы по своей природе достаточно воинственные, достаточно сильны, как по силе я сказала. У вас много ресурсов, у вас много способностей, и вам нужно двигаться, вам просто нужно двигаться. А вы не хотите, да, земля тяжелая, вы тяжелый на подъем, вы не хотите двигаться, вы, ну, либо вам это очень сложно дается, и вы ищете себе, придумываете себе какие-то отмазки, чтобы просто не двигаться, понимаете? Потому что, если вы будете двигаться, то вы будете совершать, возможно, какие-то ошибки, возможно, будете разочаровываться. Ну да. Ну, то есть вы не будете тогда невинными, да, как дева, тогда будете порочными, тогда, возможно, вас будут осуждать. А зачем вам это нужно, да, потому что вы же человек справедливый, вы вообще ни с кем не хотите воевать, вы вообще не хотите ни с кем никак вступать в конфронтацию, вот. Поэтому войн ваш и переворачивается, да, то есть я не буду двигаться, я лучше буду землей, я лучше буду таким медленным человеком, холодным, а природа ваша, она огненная, понимаете? Вот в этом-то и вся изогвоздка получается, что вы сами себе придумываете вот эти вот все обиды, только для чего? Для того, чтобы не двигаться, двигаться, для того, чтобы не реализовывать какие-то свои желания, для того, чтобы не реализовывать, не раскрывать свой полностью потенциал, потому что вы считаете, что смотрите, когда вы будете двигаться вперед, вам нужно будет отстаивать, включать войну, отстаивать какие-то свои позиции, как-то взаимодействовать с людьми. А вы же хотите, чтобы все было по справедливости, вы же хотите, чтобы все было правильно, но при этом вы понимаете, что правильно-то не получается. Почему? Почему? Потому что есть инстинкты у людей, да и у вас тоже, и они будут поступать так, как они хотят, и вам придется с этим ругаться, вам придется с этим считаться, а вы это не хотите, потому что воин перевернутый, да, вы не хотите, ну, иногда бывает даже страшно, по силе сталкивайтесь с какими-то своими глубокими страхами, и поэтому, ну да, потому что вот феникс, переродиться никак не можете, да, то есть придется, придется меняться. То есть причина здесь элементарная, не хотим меняться, не хотим меняться, и вот придумывались вот такие классные, фантазийные истории, только для чего? Для того, чтобы не меняться, а быть вот в своем привычном, известном нам болотстве. Помните, я в самом начале сказала, да, в вашем характере сижу и воюю вот с этой машиной, да, ну, зачем мне включать мозг, что это вот машина, что уже-то геймовая давным-давно, а я вот все на репите, да, на повторе включаю и делаю это, ну, почему? Потому что одно и то же, одно и то же, я что делаю, с меня-то спрос какой, я же не сижу на попе, я же делаю, а по факту что делаю? Да ничего не делаю, двигаюсь куда-то, да нет, не двигаюсь, почему? А я не хочу и двигаться, почему? Потому что мне страшно, потому что если я начну двигаться, во мне включится вот этот огонь, и я потом не могу им управлять, и потом не могу... Ну, прикольненько. Говорю огонь, он... Знаете, как это, у феникса, у дракона, так это огненное дыхание. Да, двигаться придется, потом реализовывать свой потенциал, а это страшно. А это страшно, почему? Потому что я боюсь перемен, я боюсь потерять контроль. Вот и вся история. Вот и вся история. Тогда, тогда с меня будет спрос, почему? Ну, ты же знающий, а так я прикидываюсь, да, по дурочкам, я ничего не знаю, моя хата с края, вот, и я ничего делать не буду. Вот еще одну карту вытащу. Поэтому у вас нету результата. Поэтому у вас нет результата. А иногда вы даже обижаетесь на своих партнеров, почему они не действуют, почему они с вами так поступают, а на самом-то деле почему поступают? Да, просто они реализовывают ваш какой-то сценарий, который вы записали себе на бессознательном, вот, и притягиваете таких людей, партнеров, которые не оправдывают ваших ожиданий, да, ничего не делают. Вот вы злитесь, создаете такую типа ситуацию, что есть какие-то действия, да, причем очень достаточно бурные. И вот партнер виноват, он не оправдал мои желания, он меня кинул, предал, я на него обиделся, вроде бы что-то сделал. Как-то ситуация, есть движение, а по факту ничего. Вот, и придумайте себе вот такие вот разные-разные интересные игрушки. Я вас обожаю. Я вас благодарю за то, что смотрите, за то, что ставите лайки. Не обижайтесь на меня. Хотя, в принципе, если хотите, обижайтесь. Ну, мне это будет неприятно. Шучу. Сегодня просто какое-то такое игривое настроение. Ладно. До новых встреч. Ждите новые расклады. Притумала несколько интересных таких раскладов, на мой взгляд, да, с вашей помощью. Не я сама придумала, да, ну, формулировку сама, а идея ваша. Ну, один-два расклада будет такие веселые, по крайней мере. Мне так кажется, но я не знаю, как сам расклад покажет. Да, увеселительные такие. Шо, мои дорогие, жду вас на пятничных акциях, да. Присылайте свои заявки, все контакты в описании к этому ролику. До новых встреч. Пока-пока.